Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Чайпашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня с составами от подписчиков, также если будет возможность я буду прокачивать героев. Что ж, начнем. И первый написал и оставил свой состав подписчик с ником Вася Волк. Мой состав Супер Шреддер, Сплинтер, Коготь и Усаги. Вот, всего 4 героя заказал подписчик, но я думаю, друзья, это не критично. Итак, Сплинтер, Усаги, ищем Супер Шреддера и Тигриного Когтя и состав будет собран. Вот, отлично, кстати, нашел сразу же и Супер Шреддер, а вот и Тигриный Коготь. Итак, всего 4 героя, но я думаю, это не критично. Итак, перейдем в атаку, давайте-ка посмотрим, как нам удастся справиться с командой другого игрока. Что в команде другого игрока, есть довольно-таки прикольный лекарь, это Морозная Кошка. Вот, наиболее опасен Бакстер Стокман. Итак, давайте-ка, друзья, я не буду рисковать и первым делом прокачаю дополнительную защиту и контратаку. Это особая способность от Усаги и Дзимба, кролика-самурая. Вот, отлично, итак, появилась целая куча положительных эффектов бафов. Ну, а вот теперь можем уже попытаться атаковать Морозную Кошку. И Тигриный Коготь в прыжке бьет мечеты. Отлично удалось подранить противника, и Супер Шредер пытается ее уничтожить, метну Костяные Кунаи. Да, здорово. Итак, Морозная Кошка уничтожена, кроме того, я усиливаю команду благодаря вот медитации сплинтера. Вот, отлично. И так, еще добавилось положительных эффектов, ну и пошла ответка. Это Крис Брэдфорд Пинайт Супер Шредера. Микеланджело, видение вражеские, прокачивает точность. Теперь враги смогут наносить более сильные и точные удары. Что же, Рокстеди Кролик? Он пытается кого-то забодать и на наших героев, и достается сплинтеру. Вот, немножко просело здоровья, но сплинтер, опять же, контратакой неплохо снимает жизнь у Рокстеди. Вот, ответка Тигвинова Кохтя. Вот, зацарапывает Багстера Стукмана, но, опять же, видите, друзья, он выживает. Ну, а я, тем не менее, в первую очередь попробую атаковать Криса Брэдфорда, пока он не усилил атаку, либо защиту. Вот, прыжки, рубящий удар у Саги Дзимба, снимает большую часть здоровья, но, как видите, Крис Брэдфорд выжил. Ненадолго. Тигриный коготь замораживает его морозным бластером. Отлично. Супер Шредер активирует свои сердца, и благодаря мутагену у нас проявляется постепенное исцеление на 3 хода, плюс еще дополнительная защита. Ну, просто фантастика. Целая куча положительных эффектов бафов. Вот, враг пока держится, но я думаю, ненадолго. Итак, давайте-ка я попробую выбить Рокстеди Кролика. Для этого Сплинтер бьет тайной катаной, добивает противника. Вот, отлично. Вот, враг не дремлет, и Микки Ведения натравливает на наш отряд целую кучу голодных белок. Вот, удалось доставить неприятности нашему отряду, но ответка наших героев добивает противника. Вот, просто фантастика. Итак, в финальную атаку стремится Усаги Димба, наносит серию рубящих ударов и выбивает Бакстера Стокмана. Да, это победа. Просто-просто здорово. Итак, идеальная победа, и мы движемся все выше и выше по турнирной лестнице. Просто замечательно. Итак, друзья, переходим с вами выше, с 90-го, вот, места попадаем на 83-й. Если бы было 5 героев, мы бы продвинулись значительно лучше. Но, я думаю, это не критично, а пока давайте-ка возьмем следующий состав. Итак, следующим написал состав Дмитрий Федосов. Итак, я второй, мой состав Черепашки Ниндзя Ведения и классический Шреддер. Кстати, хороший выбор. Хороший выбор. Итак, вот Микеланджело Ведения, Донни Ведения. Так, где-то здесь должен быть Лео и Раф. Лео и Раф. Вот Раф Ведения и еще Лео Ведения. Отлично. И еще нам нужен классический Шреддер и команда будет собрана. Вот он. Итак, перепроверю. Правильно я понял. Классический Шреддер. Да, классический Шреддер. Ну вот, супер. Итак, команда Ведения плюс классический Шреддер от подписчика с ником Дмитрий Федосов. Вот, отлично. Итак, что мы можем сделать? Первым делом, конечно же, друзья, я буду стараться атаковать до неролевого вражеского лекаря. Но лучше, конечно же, если у нас, вот, первым делает ход Шреддер классический, усилить нашу команду. Итак, благодаря тайной технике Шреддера классического у нас проявляет целая куча положительных эффектов. Вот, скорость, вот, критический удар, иммунитет и исцеление. Правда, не у всех героев. Вот, кроме того, я усиливаю нашу команду благодаря флагу Лео Ведения. Вот, появилась броня у некоторых героев. Вот, ну и раз уже пошло усиление, давайте-ка я еще прокачаю точность. Это уже особая фишка от Микеланджело Ведения. Вот, просто-просто фантастика. А вот теперь, когда у нас проявилась целая куча положительных эффектов, я могу попробовать и выбить вражеского лекаря. И Раф Ведения поджаривает до неролевого, но, как видите, тот выживает и уже пошла ответка от врагов. Микки классический прокачивает атаку для вражеского отряда. Вот, но я все-таки попробую добить до неролевого. Для этого наш до неролевения метает каменную глыбу и все-таки расплющивает врага. Отлично. Ну и вот, уже смотрите, что творит Крис Брэдфорд. Выпивая газиронку, он прокачивает защиту для вражеского отряда. Вот, слэш атакует в прыжке. Вот, ох, ничего себе, нейтрализатор метает диски и налаживает негативный эффект дебаф на нашего Рафа Ведения, постепенно унишающее его здоровье. Ну что ж, месть моя будет жестока. За вот эту атаку я попробую его уничтожить, метнув Глеву. Вот, для этого классический Шреддер объединяет мячи. Вот, метает свое оружие, но не сумел все-таки добить вот нейтрализатора. Что ж, ничего страшного. Вот, надеюсь, массовая атака или введение добьет противника. Итак, накрыв врагов градом стрел, он все-таки добивает нейтрализатора. Вот, стремится в мощную атаку Микеланджело Ведения и при помощи своих серпов наносит критический урон Микеланджело Классическому. Я в шоке, друзья. Он выживает. Он выживает, но ненадолго. Огненным рощерком Раф Ведения поджаривает противника, выбивая его. Кроме того, сейчас надеюсь, что и до неведения добьет слэша. Метнул свой молот. Вот, супер. Итак, остается только Крис Брэдфорда, и ему не повезло, так как классический Шреддер призывает помощь из иного измерения, которое добивает и уничтожает противника, и это приносит нам победу. Причем идеальную. Просто здорово. Фантастика. Итак, хороший бой, хорошая победа, и мы идем с вами дальше. Итак, все выше по турнирной лестнице, и мы с 83-го места попадаем на 72-е. Просто замечательно. Итак, следующая команда от наших подписчиков, и это у нас подписчик Наталья Иваненко. Все Ведения. Итак, друзья, смотрите, мне кажется, нет смысла брать состав Натальи Иваненко, так как у нас только что сыграла команда Ведения. Ага, вот, кстати, Наталья попросила второй состав. Итак, первый, давайте-ка я упущу, а возьму второй состав. Итак, состав Кролики, Супер Шреддер, Кожа, но я так понимаю, Кожеголов. Ну, да, слэш и Рафи Дени. Ну что ж, мы этот состав, мне кажется, намного лучше. Вот, причем кроликов давно у нас не заказывали, поэтому мне кажется, что так будет неплохо. Кстати, а где же Кролики? Ага, друзья, я до конца не докрутил, прошу прощения, вот они, Кролики. Вот, мне нужен Супер Шреддер, где-то здесь он должен быть. Вот, кстати, там, по-моему, был Кожеголовый. Да, как-то так. Итак, Кролики, Супер Шреддер, Кожеголовый, еще мне нужен. Вот, и так, Иваненко, Кролики есть, Супер Шреддер есть, Кожеголовый есть, а слэш и Рафи Дени. Вот, понятно. Итак, где-то здесь, насколько я помню, должен находиться слэш. Отлично. Герой найден, и осталось только найти Рафа Дени, и команда будет сформирована. Итак, Рафи Дени, Рафи Дени, где ты, ты нам нужен? Вот, и так, Макмэна случайно активировал. Вот, это у нас, а да, вот Рафи Дени. Вот, отлично. Итак, удалось восстановить героя. Вот так, и давайте-ка пойдем с вами в битву, посмотрим, насколько хороша будет команда. Отлично. Что враги? Враги довольно-таки тоже интересный состав. Лекарь Бакстер Муха, Дони, Микки, Рокстеди, два Рокстеди, классические и Кролики. Ну что ж, друзья, первым делом я, конечно же, попробую справиться с Лекарем. Для этого мои, вот, мобы Кролики трансформируются в огромное колесо и наносят мощный сокрушительный удар, сметая с легкостью вот этого противника. Супер Шреддер активирует дополнительную защиту и исцеление. Вот, не стоит недооценивать врагов, вот на таких уровнях 2-3 удара в одного героя, и он будет падать. Вот, дальше я думаю, давайте-ка, друзья, я смотрю, кто самый опасный. Ну, наверное, давайте-ка я попробую раздавить до Немультяшного, пока он не усилил защиту. Слэш напрыгивает, давит, но не сумел. Вот, враг выживает, и да, давайте-ка используем супероружие Рафа. Раф превращается в огненный торнадо, выжигает, вот, Рокстеди и Черепашку. Вот, выживает только Микки Ведения, с Рокстеди, но у них уже нету шансов. Причем, как же голову хватает, кранга как дубину, наносит серию мощных ударов, добивает Рокстеди. Вот, выжил Микеландж Ведения, восстанавливает силы и здоровье, но это уже ему не поможет, так как Маусер и Кролики трансформируются в огромного робота-кролика, который наносит сокрушительный удар и сметает все на своем пути, добивая последнего врага, что и приносит нам идеальную победу. Ну, как-то так. Итак, просто чудесно, хороший бой, хорошая победа, и мы идем с вами дальше. Итак, продолжаем продвигаться по турнирной лестнице и попадаем на 62-е место. Просто супер. Итак, берем, друзья, следующую команду, и следующим написал и оставил свой состав подписчик с ником, ага, подписчица, Наталья Свиридова. Итак, можно мой состав Тигрины Коготь, Леонардо Обычный, Донателло Обычный, Микки Обычный и Раф Обычный. Ну, так я понимаю, друзья, обычный это герои из мультика, причем вот это все мультяшные герои плюс Тигрины Коготь. Ну, давайте-ка попробуем собрать такой вот состав из обычных мультяшек. Донни из мультика, вот Раф из мультика, кстати, они сегодня оказывается даже еще и не играли, Микеланджина, Лео из мультика и Тигрины Коготь. Хотя вот Тигрины Коготь сегодня уже сыграл, но это не критично, сейчас его восстановлю, и этим отрядом мы пойдем с вами в битву. Итак, мультяшные черепашки против состава другого игрока, и как забавно, у врагов есть Лео и у нас есть Лео. И да, друзья, первым делом я рекомендую, если у вас мультяшки из мультика, вот прокачивать уклонение Микеланджело мультяшного. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо, ну а дальше желательно выбивать вражеского лекаря. Вот у врагов, конечно же, лекарем является Лео, поэтому Тигрины Коготь пытаются его заморозить. Вот удалось оглушить, но опять же враг выжил. Выжил, но ненадолго. Битва Леонард и наш Лео из мультика выбивает вражеского. Отлично. Донни мультяшный тем временем прокачивает дополнительную защиту, а Раф вызывает огонь на себя. Вот так, вынуждая атаковать только его. Итак, пришла очередь врагов, Крис Брэдфорд в прыжке атакует, но удар проходит мимо, зато ответка Рафа снимает часть здоровья. Вот пытался атаковать Микки Ведения, опять же ответка Рафа снимает часть здоровья. Вот, атака с вертолета Донни классического, но опять же ответка Рафа снимает все больше и больше здоровья у вражеских героев. Вот пытался метнуть каменную глыбу Рокс, но опять же ответка нашего героя неплохо снимает жизнь вражеского отряда. Да, кроме того, пришла очередь Микелланджа Мультяшным. И давайте-ка я восстановлю силы и здоровья нашего отряда, просто поедая пиццу с кетчупом. Отлично. Вот дальше я, наверное, все-таки, друзья, буду атаковать Криса Брэдфорда, пока он не прокачал дополнительную защиту. Для этого Тигрин и Коготь рубят мечеты, добивают противника. А Лео, благодаря своей медитации, опять же усиливает наш отряд. Вот, достаточно здорово сейчас работал наш герой. И, кроме того, давайте-ка, друзья, я попробую подорвать Донни классического. Для этого Донни мультяшный метает огромную бомбу, а Раф усиливает нашу атаку благодаря своей ярости. Вот, прошел положительный эффект. Это дополнительная атака, это дополнительный кратический удар. Вот пытается, вот, вражеский Микки Ведения тоже сделать, вот, точность усилий, чтобы враги сумели наносить более серьезный урон. Но я не думаю, что это им поможет. Итак, взрывая дымовуху, Микеланджело под подкровом дымной завесы выбивает рог в стыде мультяшного, а Тигрин и Коготь пытаются поджарить последнего вражеского героя Микки Ведения. И так, как видите, он выживает, но, опять же, ненадолго. Лео выхватывает две катаны, вращаясь, превращается в стальной выхрь и, шутясь, метает последнего из врагов. Что, конечно же, приводит нас к победе. Просто-просто фантастика. Итак, идеальная победа, идеальный бой, и мы идем с вами дальше. Продвигаясь все выше по турнирной лестнице, мы попадаем с вами на 50-е место в Лиге Мастеров 2-й звездочки. Ну что ж, все идет пока довольно-таки круто, довольно-таки неплохо. И давайте-ка, друзья, возьмем следующую команду от наших подписчиков. А следующим написал Николай Николаевич, он попросил состав. Супер Шреддер, Дони Фильм, Лео Фильм, Раф Мультик. Почему-то только 4 героя, но я думаю, друзья, ничего критичного. Пусть будет так. Итак, давайте-ка, друзья, я первым делом найду Рафа из мультика. Вот, отлично. Дальше мне нужен Супер Шреддер, Дони Фильм и Лео Фильм. Ну, давайте-ка я так и поищу. Лео Фильм, Дони Фильм. Лео Фильм, Лео Фильм. Где ж ты, дружище? Вот он. Дони Фильм, а друзья, насколько я помню, находится вот где-то в конце, в конце списка. Где-то здесь он должен быть. Да. Вот, и осталось найти только Супер Шреддера и команда, по сути, будет сформирована. Ой-ой-ой. Да, да. Ну, как-то так. Итак, перепроверю, не сделали ли я ошибки. Супер Шреддер, Дони Фильм, Лео Фильм и Раф Мультик. Да. Вот такой вот отряд. Опять же, только 4 героя. Но, опять же, друзья, это не критично, потому что отряд достаточно силен. И посмотрим, как он справится со всеми врагами. Итак, первым делом было бы неплохо усилить нашу защиту, что и делает Супер Шреддер. Прокачивает дополнительное исцеление на 3 хода и прокачивает дополнительную защиту. Вот. Кроме того, Лео из мультика сейчас попробует ударом своей катаны с разворота выбить до неролевого. Да, ничего себе, с первого удара сумел это сделать. Вот пошла атака от Хана. Что-то пытается с Дони сделать вот Микки оригинальный. Подрывает наш отряд при помощи взрывчатки. Но, опять же, благодаря дополнительной защите урон минимальный. Да, и давайте-ка все-таки допьем Микки из оригинального. Для этого Раф Мультяшный наносит удар Сайс с разворота. Отлично. Вот. Тем временем Дони атакует при помощи электрического Бо, поджаривая оригинального Рафа. Вот уменьшает его скорость, но все-таки тот продолжает атаковать. И так, в прыжке бьет ногой. Вот досталось нашему Лео мультяшному. Лео, прошу прощения, это был Лео из фильма. Вот вражеский сплинтер медитирует. Что же Хан? Он делает пасы руками и налаживает на наш отряд негативный эффект, уменьшая атаку и уменьшая защиту. Ну что ж, тогда пришло время для суперудара. Вот для этого Супер Шедер вонзает костяные кунаи в землю и шипами из-под земли просто наносит колоссальный урон, сметая большинство врагов. Несмотря даже на то, что враги наложили на нашего героя негативный эффект, удар Супер Шедера очень круто сработал. Итак, добивающий удар наших героев приводит опять же к идеальной победе. Просто-просто фантастика. Ну что ж, друзья, движемся с вами дальше и берем следующую команду от наших подписчиков. О следующем написал и оставил свой состав подписчик с ником. Итак, это Лина Потомская, подписчица. Итак, Лина Потомская попросила, чтобы я взял Лео Ролевого, Тигриного Когтя, Лео Классика, Микки Классика и Рокстеди Кролика. Итак, насколько я помню, Лина Потомская подбирает очень классно составы, что там особо не надо искать врагов. Они находятся все в одном месте. Итак, в конце у меня находится Лео Ролевик. Вот, дальше, по-моему, друзья, идет Тигриный Коготь. Давайте-ка я проверю. Да, Тигриный Коготь, Лео Классика, Микки Классика и Рокстеди Кролик. Да, да, вот, благодарю Лину. Вот, очень прикольно подбирает составы, что не надо особо их искать подряд. Ну что ж, замечательно. Итак, давайте-ка сразимся, посмотрим, насколько будет хорош этот отряд врагов. И что наши герои скажут. Вот, конечно же, друзья, первым делом я попробую запинать вражеского лекаря Лео Мультяшного. Для этого Микеланджело классический. Вот, ударом со скейта сметает часть здоровья. Но, опять же, видите, враг выживает. А есть, как на относительно рубящего удара Тигриного Когтя. Вот, супер, но, опять же, выживает. Ну что ж, пришло время суперудара. И Лео Классический рубит кота нам сверху. Все-таки добивает вражеского Лео из мультика. Отлично. Дальше я подключаю. Вот, это у нас Лео Ролевика. Смотрю, кого из врагов атаковать. Наиболее опасен это Микеланджело Ролевой и Донни Классический. Ну, давайте-ка я попробую метнуть Микки Ролевого. Вот, ищет бумеранг, выбивает противника. Просто фантастика. Вот, дальше я попробую забодать Донни Классического. Для этого Рокси-Кролик, вот так разбежавший, скользит на животе. Бодает и сбивает большую часть здоровья. И так, выживает Бибоп. Вот, выживает наш отряд. Враги контратакуют. Достается нашим героям. Но, все-таки, я думаю, друзья, надо добивать Донни Классический. И смотрите, что он творит. Он выпускает кофейную машину, как ракету. Подрывает наш отряд. Снижает часть здоровья. Ну, а я, в свою очередь, прокачиваю дополнительную атаку. Это уже благодаря особой технике Микеланджело Классического. И сейчас попробуем забросать врагов сюрикенами. Опять же, сработает следующая способность Микеланджело Классического. Итак, Донни Классического, вражеского, удалось нам все-таки выбить. Дальше Лео Классический метает фута. И пытается при помощи врага уничтожить Рафа оригинального. Получилось. Ну, просто фантастика. Итак, финальный удар. Надеюсь, делает Раф Лео. Вот, ролевик. Метает огненную волну. Но Бибоп Классический выживает. Как так, непонятно. Тем не менее, вот, финальный удар все-таки придется наносить Тигринову Когню. Да, стреляя из бластера, он добивает противника. И это приносит нам победу. Кстати, это был массовый выстрел. Вот, так как противник был один, поэтому прошел один луч. А так вообще проходит несколько лучей и задевает всех врагов. Ну что ж, это было прикольно. Это было забавно. Все выше мы продвигаемся по турнирной лестнице. И давайте-ка я еще возьму вот один-два состава. И думаю, на сегодня на этом уже будем заканчивать видео. Итак, следующим написал и оставил свой состав. Это у нас Мишаня РЮТП. А вот, Мишаня попросил состав все черепашки из космоса и Супер Шреддер. Вот, кстати, хороший выбор. Хороший выбор. Космо-черепашек мало заказывает, но сегодня вы их увидите. Плюс еще и Супер Шреддер. Тоже это, конечно же, здорово. Отлично. Итак, вот вижу Лео космический. Вот Рав космический. Микеланджело космических стадий. А вы обратили внимание, что Космо-черепашки, оказывается, сегодня еще и не играли. Вот только Супер Шреддер сыграл. Кстати, по-моему, я его пропустил. По-моему, я его пропустил. Вот отвлекся, искал вот другие герои и пропустил Супер Шреддер. Да, вот он. Итак, перепроверяли, правильно ли я понял, что Мишаня Рью Типи попросил черепашек из космоса и Супер Шреддера. Да, я все правильно понял. Что ж, давайте-ка сразимся в этой битве. Вот посмотрим, сколько удастся нам нанести повреждений врагам. Вот удастся ли победить. И первым делом, конечно же, я попробую справиться с Морозной кошкой. Для этого я натравлю на нее вот космический маффин. Вот такой вот забавный кексик, вот которого на другой планете встретил Митиллажно-космический. Бросает этот кекс, он подгрызает Морозную кошку, снимает большую часть здоровья. Но дальше, друзья, я не рискую. Давайте-ка все-таки мы прокачаем дополнительную защиту. Вот это уже особая способность от нашего Лео космического. Вот Морозная кошка, как видите, выживает, но я думаю, ненадолго. Супер Шреддер все-таки метает костяные кунаи и добивает противника. Отлично. Кроме того, Раф из космоса. Вот, используя черепашонка Чомпи, детеныша космической черепашки, пытается поджарить доктор Роквелла. И возле него, кстати, есть зеленый треугольник, урон повышен. Вот, но все-таки он выживает. Надо добивать, пока он не прокачал дополнительную защиту. Итак, Дони космический, стреляет из плазменной пушки и добивает противника. Кстати, друзья, вот Крис Брэдфорд у нас тоже непросто. Он тоже может прокачивать либо атаку, либо защиту. Поэтому следующего врага мы попробуем атаковать Криса Брэдфорда. Итак, Крис Брэдфорд атакует прыжки. Вот, повезло врагам, что он не прокачал защиту, атаку. И я думаю, друзья, давайте-ка еще усилим атакующие способности для нашего отряда. Для этого Дони космический сканирует врагов, тем самым прокачивая атакующие свойства наших героев. Отлично. Ну, а теперь я вот посылаю атаку Микеланджело космического. Благодаря лазерным танфу он наносит очень мощный удар, но Лео с фильма выживает. Что ж, ненадолго. Еще вот подключаем Лео космический, который, стреляя из бластера, добивает противника. Вот, кроме того, я думаю, все-таки, друзья, давайте-ка не будем расслабляться. Враг еще довольно-таки силен, поэтому я все-таки прокачаю защиту и контратаку. Вот, отлично. Вот, что же Крис Брэдфорд, он не атакует, тогда мы атакуем мы. И Раф из космоса, используя удар Крогнерда, любимого героя из сериала, наносит мощный удар и, превратив Сай и Хлыст, выбивает предпоследнего из врагов. Последним является Микеланджело оригинального, и я попробую его расплющить, просто вот направив на него огромный метеор. Это уже справился Дуни космический. Вот, использовал свой посох как маяк, но Микки оригинальный выжил. Как он выжил, непонятно. Но еще одна атака с космоса, я думаю, он не должен пережить. Итак, корабль Фугетоида раздолбил его из орбиты, уничтожил противника, и это привело к идеальной победе. Просто-просто фантастика. Итак, хороший бой, хорошая победа. Вот, удалось неплохо нам сыграть. И сегодня, друзья, на этом давайте-ка я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, понравилось ли вам сегодняшнее видео. Опять же, пишите свои составы. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok